Hey everyone! Меня зовут Айра Атсафин и значит вы на канале Фудстайл. Посмотрите, какая сегодня у меня прелесть на моей кухне. Какой набор продуктов и о чем он говорит? О том, что мы готовим плов. Рис, лук, морковь, мясо, чеснок и много-много специй. Но плов у нас сегодня будет не самый обычный. Плов мы приготовим из курицы. Вот у меня есть вот такие вот куриные ножки, уже без костей, без кожи. Сейчас мы их немного замаринуем, чтобы у нас был плов ароматным и вкусным. И приготовим в моей замечательной мультиварке шикарный плов из курицы. Начинаем. Делаем маринад для курочки. Чтобы сделать вкусный маринад для курочки, возьмите вот такие вот тонко срезанные апельсиновые корочки. Да, именно апельсиновые корочки. Возьмите чайную ложку соли и чайную ложку перца горошком. Все это истолчите в ступке до однородного состояния. Ну и какой плов без зиры? Зира основа любого плова. Добавляем туда же в ступку и продолжаем измельчать. И вот теперь, уже в таком перемешанном ароматном состоянии, мы это пересыпаем в блендер. Продолжаем готовить наш замечательный маринад для курицы. Добавим туда вот так вот 5 долек чеснока, буквально 20 грамм сладкого белого лука. Добавим туда сок половинки лимона. И 2 столовые ложки растительного масла. Делаем такое некое подобие майонеза. Взбиваем блендером. Курочка, у меня вот такие вот замечательные ножки. Я не знаю почему, но некоторые люди говорят, что если готовишь плов из курицы, то нужно брать белое мясо. То есть филейную часть, грудинку. Я считаю, что грудинка вообще суховата, поэтому сделаем из ножек. Так вот, нарежем их достаточно крупно. Не будем мельчить. У меня здесь килограмм. И маринуем нашу курочку нашим замечательным маринадом. Потом, когда курочка будет обжариваться, она все эти ароматы, весь этот маринад, весь вкус, весь запах передаст в наш плов. Так, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться. Ну, полчаса, я думаю, что будет более чем достаточно, а как раз за те полчаса мы подготовим остальные ингредиенты к нашему плову. Лук нарезаю полукольцами. Вообще, я считаю, что идеальных блюд не существует. То есть, когда блогеры говорят, или повара говорят, ой, это идеальное блюдо. Ну, какое к черту идеальное блюдо? Кто готовит? Кто может приготовить то, что понравится 7 миллиардам жителей планеты Земля? Никто. У людей разные вкусы. Поэтому, сколько людей, столько вкусов. Если вам нравится лук кольцами, если не нравится белый лук. Ради бога. То есть, мы можем только, мы, видеоблогеры, мы, повара, можем дать какие-то рекомендации, какие специи с такими лучше взаимодействуют. А количество специй, количество перца, количество сахара, соли, это все на ваше усмотрение. Все так, как вам нравится. Поэтому, в моем плове на килограмм курицы будет приблизительно 700 грамм сухого риса. То есть, увеличивается он приблизительно в три раза в объеме. И мы получаем 2 килограмма риса. То есть, в два раза больше, чем мясо. Соответственно, у меня здесь 400 грамм лука и приблизительно 400 грамм моркови. То есть, лук с морковью в объеме приблизительно половина от мяса. Если вам нравится больше или меньше, или кто-то вообще лук не приемлет, еще раз повторяю, все на ваше усмотрение. Естественно, лук не стоит нарезать очень крупно, но и не стоит мельчить. Не надо, чтобы он растворился. То есть, в процессе ужарки он у нас уменьшится в объеме, отдаст свои соки, отдаст свои сахара. И не будет практически чувствоваться. Но лук в плове, наверное, должен быть. Теперь, что касается чеснока. В плове чеснок, так же, как лук и морковь, наверное, один из обязательных продуктов. Вот у меня здесь, вместе с тем, что я добавил несколько зубчиков в маринад, было две головки чеснока. Чеснок тоже уменьшится в объеме, поэтому я предлагаю его просто добавить. Не выдавливать его на чеснок, а до вилки, а просто раздавить и измельчить. Ну что, мясо у меня замариновалось. Овощи я нарезал. Рис у меня готов. Приступаем непосредственно к готовке. Вот у меня постоянным зрителям моего канала уже знакомая мультиварочка. Я поставил ее в ручной режим. Мультиварку я включил на максимальную температуру. Она у меня нагревает до 200 градусов. И первое, что я делаю, это я добавляю курдюк. Это тоже, опять-таки, не принципиально. У кого нет курдюка, кто не любит бараний жир, кто вообще, в принципе, говорит, что если готовишь там плов на курице, то делай из курицы. То есть, вообще, нет вопросов, добавляйте растительное масло, обжаривайте на растительном масле. Я делаю так, как мне вкусно. Я делаю на том, что у меня есть. А у меня есть курдюк. И начинаю его вытапливать, чтобы получить масло для обжарки курицы. То есть, он, по-моему, прилипает, даже ничего страшного. То есть, на курдюке у меня есть мясные прослойки бараний. Я думаю, что это только добавит вкус оплова. Ну что, курдюк у меня растопился. За шкварочки, обжарочки я вынимаю. И остается у меня на дне только чистый, чистый жир. Вот на нем-то мы сейчас и будем готовить. Напоминаю, что, несмотря на то, что масла у меня мало в курином маринаде, у меня присутствует достаточное количество растительного масла. Плюс сама курица у меня не постная, достаточно жирная. Потому что это у меня не филе, а ноги. Вот их мы сейчас и будем обжаривать. Так как мы готовим лоб с курицей, то курица все-таки не баранина, не говядина. Она готовится достаточно быстро. И поэтому вот сейчас она уже готова процентов на 80. В этот момент мы посыпаем наши овощи, морковь, лук. Они будут дополнительный сок. И приготовим такой зирвак. Ну и раз мы готовим мультиварки, то, собственно говоря, засыпав овощи на нашу курочку, мы закрываем ее и забываем про это мероприятие на полчаса. Открываем нашу мультиварку и заглядываем вовнутрь. Посмотрите, какая у нас замечательная получилась субстанция. И это при том, что мы не добавляли ни капли воды. Практически на 100% готов зирвак. Все это перемешиваем. И самое время добавить специи. Какой плов без специй? Хоть у нас курочка была и подмаринована, и тут есть замечательный аромат зиры. Но так как рис у нас добавляется без соли, без перца, то вот практически готовый зирвак. Почему я говорю, что он готов почти, а не на 100%, потому что здесь не хватает специй. Добавляем те специи, которые мы любим. Добавляем ту смесь, которая у вас есть для плова. Добавляем соль. Оно должно быть чуть-чуть пересолено, потому что рис впитает в себя достаточно большой объем соли. И на выходе получим замечательный плов с курочкой. Соль добавляем. Примерно столовую ложку. Две столовые ложки специй для плова. Все это хорошо перемешиваем. Чтоб у нас зирвак заиграл всеми красками вкуса. Время риса. Рис мы не перемешиваем. Рис мы оставляем сверху. Единственное, что нужно сделать, так как рис у нас впитает весь объем масла, Масло, увеличиваясь в размерах, нужно добавить поверх риса кипяченой воды. Приблизительно, чтобы она покрывала рис на два пальца. Ну и не забудьте вот так вот взять перчик чили, не надрезая, не кромсая. Просто сверху воткните в плов, в рис. И закрываем нашу мультиварку. Ставим температуру 140 градусов. И ставим на 25 минут. И вот он, рисик на поверхности. Ароматы сумасшедшие. Вот такой вот у меня получился очаровательный, вкусный, ароматный плов с курочкой. На этом, собственно говоря, я буду заканчивать. Хочу пожелать вам приятного аппетита, кулинарных подвигов на вашей кухне. Не забывайте поставить лайк, поставить комментарий и подписаться на канал, если этого еще не сделали. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok